Здравствуйте! Чтобы заменить одинарную розетку на двойную, нужно отключить электричество и проверить, что оно отключено. Далее открутите центральный винт крышки. Вот этими винтами розетка крепится. Их нужно раскрутить. Розетка может держаться еще и на двух саморезах. Сверху снизу или слева справа. Их тоже следует выкрутить. Если к каждой клемме подключено по два провода, то лучше их попарно соединить изолентой или чем-то пометить, чтобы не перепутать. При неправильном подключении может произойти бабах, а этого лучше избежать. Теперь можно раскрутить и вынуть провода. Теперь нужно раскрутить два винтика на двойняшке. Вот два отверстия одной клеммы. И два отверстия другой клеммы. А это винт первой клеммы. Прежде чем вставлять в нее провода, нужно этот винт раскрутить. Если провода многожильные, то конец каждого провода лучше плотно скрутить, чтобы входя в клемму, отдельные жилы не торчали в разные стороны. Это очень важно. Теперь следует зажать винт. Изоленту можно уже удалить. Нужно проверить, как держатся провода. Все в порядке. Для второй клеммы нужно проделать то же самое. Изоленту также можно снять. Она свою роль выполнила. Также скручиваем концы проводов и аккуратно вставляем их в отверстия клеммы. Закручиваем винт этой клеммы. Обязательная проверка. Вот этот лепесток нужно расслабить, выкрутив немного винт. Второй лепесток также. Эти лепестки будут держать розетку за подрозетник. Это отверстие для дополнительной фиксации розетки саморезами. Удобнее начинать крепить розетку именно с этих саморезов. А теперь следует плотно закрутить лепестки. Вместе с саморезами они будут крепко держать розетку, не давая ей выпасть. Настала очередь закрыть крышку. Она фиксируется двумя винтами. Вот и все. Теперь розеток стало в два раза больше. Если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и следите за новыми видео. Спасибо. Пока.